Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня у меня такое спонтанное, незапланированное видео. Сегодня утром я обнаружила, после того, как мне пришло сообщение с интернет-магазина Литуаль, что сегодня у них последний день распродажи, завершение распродажи Черная Пятница. И я решила снять такое, знаете, завершающее видео этой распродажи, показать, что я приобрела за ноябрь в этом магазине по хорошим скидкам. Это, кстати, не все, что я купила, вы видите на экране. И также еще пару позиций я вам покажу, что можно выгодно приобрести на сайте. В общем, потому что сегодня акция, как я и сказала, заканчивается. Видео это я переснимаю, поэтому немного даже подустала. Знаете, в первую очередь у меня такое случилось, что я записала видео, и оно записалось без звука вообще. Не знаю, что это произошло, почему так, но вот так вот случилось. Что касается акций распродажи, я вам оставлю в описании к этому видео, в первом закрепленном комментарии, ссылочки на все ароматы, которые сегодня покажу, чтобы вам было проще пройти и посмотреть в наличии в вашем городе, какая у вас стоимость. Потому что под предыдущим видео распродажи Литуаль меня просили оставлять ссылки, поэтому в этом видео я их обязательно оставлю. Надеюсь, вам это поможет и будет полезно. Так, давайте приступим. Также сейчас на экране здесь оставлю промо-код, который я нашла на сайте на скидку 1500 при заказе 4500. То есть вы делаете заказ, в корзину добавляете на сумму 4500, вводите промо-код при оформлении, и получается у вас скидка. Если вдруг я найду еще какой-то промо-код, я его также пропишу и в описании, и в первом закрепленном комментарии. Давайте будем приступать. Начнем, наверное, с колонии Меглер, потому что на колонии Меглер акция просто невероятно крутая. Стоимость от 1100, по-моему, рублей до 1700 для этих колоний, это просто супер. Плюс не забывайте, что вы можете также применить промо-код, и цена будет меньше. Давайте вкратце я вам скажу, потому что я, в принципе, рассказывала уже, так вкратце и пробежим. Первый это Flyway, аромат у нас на тему грейпфрута и запрещенного компонента конопли. Здесь звучит классно, сочно, бодро грейпфрут. Знаете, у него такая сочность, цитрусовое такое звучание, немного с терпкостью, обалденный, бодрящий, классный, стопроцентный унисекс. Понравится как девушке, так и парню. Следующий аромат это Come Together. Это классный такой сочный колоний на тему зеленой, сочной травы. Вот действительно, прям вот свежая трава, цитрусы. Настолько это свежо, обалденно, будет в жару, просто незаменим. И сейчас он просто незаменим, когда уже начинает у нас холодать, и я думаю, в конце зимы тоже будет бодрить и напоминать, что лето скоро настанет. Следующий аромат это Take Me Out. Он, кстати, самый бюджетный на сайте, 1190, по-моему, он стоит. Классный такой колоний на тему апельсинового цвета, если не ошибаюсь, нероли. В общем, вот такой вот он бодрый, но при этом сладкий, цитрусы здесь сладкие. Он, знаете, такой более даже, я бы сказала, парфюмерный. Здесь есть и пудровые такие аккорды, прям действительно достойная парфюмерная композиция. И также четвертый у меня Run Free. Это аромат на тему молекулярной истории и имбиря. Я как будто бы даже какие-то красные ягодки иссощаю. Возможно, цвет флакона рисуют такие ассоциации, имеют цвет жидкости. Но вот что-то вот такое есть, красивое, молекулярное, интересно. Здесь и солоноватость есть, и такая вот молекулярная история тоже интересная. Все четыре колония, все классные. А следующее, на что я обратила внимание, это Айзенберг. На этот бренд идет хорошая акция и на мужские, и на женские ароматы. Я себе взяла все в тридцаточках. И сейчас подробно вам расскажу про каждый. Первый это у меня Диаволик. Я про него много слышала положительных отзывов, но сомневалась, потому что его описывали как такой мыльный аромат, аромат чистоты, белой рубашки, прям такой мыльный в своем звучании. И поэтому я побаивалась. Но зря. Когда вы только распыляете, действительно ощущается вот эта вот какая-то чистота, свежесть, прям запах мыла. Но потом это немного расходится, и появляется приятный зеленый ирис. Знаете, и есть и вот именно зелень такая ириса, и корень ириса, пудровость такая мягкая. Красиво звучит. Классно действительно аромат. Белая рубашка будет универсальный в пир и в мир. Поэтому действительно, да, звучит достойно и достаточно стойкий для такого направления. Следующий аромат это Жоуз. Жозе. В общем, просто незаменимая. Классика уже. Я знаю, что многие любят этот аромат. Зря я его так долго обходила стороны, потому что действительно звучит он очень достойно. Стартует он так очень унисексово. То есть это такая сигаретно-табачная история. Кофе и лаванда. Да. И за счет вот этого кофе я также ощущаю, как будто какую-то молочность, сладость, возможно, какая-то ваниль такая ощущается. И этим он мне немного напоминает лаванду, трианол и тланком с бутяковой линейки. Что-то есть. Это не клон, но что-то есть именно, когда аромат раскрывается. Сначала он стартует так унисексово, немного прохладно, а потом появляется все равно тепло в аромате. Такое небольшое. Такой мягкий намек на кофе со сливками. В общем, мне понравился. Очень шикарный, прям такой стильный аромат. АМ. АМ аромат на тему малины. Но малина здесь не какая-то, знаете, прям вот сочная свежая малина, а такая малиновая душка, я бы сказала. И здесь интересная нота есть глянцевого журнала. Действительно, ощущение прям глянцевых страниц. И немного есть табачности мягкой. Как будто бы немного такого дыма какого-то, кальянности. Вот, есть ощущение кальянности, как будто такая кальянная малина. И вот это ощущение глянцевых страниц журнала. Очень тоже стильно, такой аромат casual прям. Следующий это Rouge Noir. Это аромат уже более такой, я бы сказала, классический, такой женственный, более такой нуарный в чем-то. Он в духе ланком, на мой взгляд, трезор классического, такая персиковая история. Мягкие пачули, он такой очень красивый, обволакивающий, соблазнительный. В общем, вот какой-то прям он такой вот женственный. Я его 100% представляю только на женщине. Для мужчины, мне кажется, он будет нет. Для женщины лучше. Я так, кстати, быстро рассказываю. Тороплюсь, тороплюсь, чтобы успели себе приобрести ароматы, пока не закончится акция. Видите, как быстро прям тараторю. И Back to Paris я изначально вообще никаких на него надежд не возлагала. Брала я уже, что называется, до кучи его, чтобы рассказать отдельно. Отдельно, потом более подробно сниму видео о всех ароматах Айзенберг. Но он меня удивил. Здесь интересная тоже история на тему красных ягод. Здесь также нота сандала очень мягкая, сладость, ваниль. Звучит он так красиво, ярко. Прям даже как будто бы я какую-то медовую с ним ощущаю. Он такой согревающий, обволакивающий, очень женственный. Очень такой прям вот женственный, до кончиков пальчиков. Вот прям такой вот он мягкий, уютный, сладенький, вкусненький. Очень такой прям классный. Так, как я вам быстро рассказала все. Потому что предыдущее видео я сняла почти на 15 минут. И вот без звука записалась. Я тут смотрю 7 минут, я вам уже все рассказала почти. Также от Айзенберг приобрела себе вот такой вот аромат. Beautiful. Там у них в линейке 3 аромата. По пирамиде меня заинтересовал Beautiful. И на него самая приятная цена. Стоит бюджетнее всего. А здесь у нас объем также 30 мл. И аромат на тему инжира. В старте здесь есть еще в верхних нотах заявлена нота сливы. И возможно есть. Когда вдыхаешь аромат, есть ощущение, как будто бы немного чернослива. Потом начинает проявляться этот приятный инжир. И инжир, знаете, такой интересный. Я не скажу, что он прям какой-то пыльный, зеленый. Но в то же время он не уходит прям совсем в такую прямолинейную молочность. Всего здесь в меру. И немного такой пудровой пыльности есть. И зелени, и сливочности. И со временем, все равно, особенно в базе, он мне все равно напоминает Killian Adults. С этим ароматом его, в принципе, сравнивают. И да, что-то есть, какое-то такое молочное, что проявляется именно в базе. Действительно звучит красиво. И для такой цены, считаю, очень достойный аромат. Приятный в своем звучании, да. Поэтому я осталась довольна. Хоть я и говорила, что уже инжировый аромат, у меня все гештальт с этим закрыт. Но все-таки этот аромат меня не разочаровал. И также, кстати, на сайте L'Etoile, понятно, что на многие еще бренды идет акция. Можете заходить, мониторить, смотреть. Я вам рассказываю про таких основных представителей, на которые стоит обратить внимание. Также хорошие цены на марку Lanvan. Тоже я вам оставлю на эти позиции ссылочки на то, что сейчас по хорошим ценам. И два из тех ароматов, которые я вам оставлю, это Removed Rose. Обалденный аромат. С него, в принципе, в большей степени началось увлечение моей парфюмерией. Красивый аромат. Не бойтесь вот этой приписки Rose. Хотя, я думаю, многие с ним уже знакомы. Это такая юная розочка, вот именно такая мягкая цветочность с цитрусовыми аккордами. И этот аромат, он вот такой цитрусовый, вроде стартует звонки, а потом аромат невероятно красиво запудривается. И это такая красивая пудровая история. Просто вам не передать. Просто сказка. Очень мне нравится. Он такой шлейфовый. Я его обожаю носить летом, в жару. Этот шлейф, он очень комплементарный. Прям супер. И при участии того, что у меня такая большая коллекция парфюмерии, как видите, я очень активно им пользуюсь. И прям обожаю его. И также еще на скидке там сейчас представлена принцесса. Мне из всех вот этих вот принцесс нравится вот эта вот. Именно классическая версия. Modern Princess. Она самая классная. Здесь у нас такое красное сочное яблочко, также и цитрусы, немного цветочных аккордов. Он такой позитивный. Он, знаете, будет прекрасно как совсем юной девушке, так и просто до бесконечности, потому что он звучит красиво. Он звучит мягко, он звучит ладно. Он такой праздничный. Праздничный не в том, что он такой какой-то на выход, а вот именно дарит такое озорное настроение. Поэтому тоже очень его люблю и с огромным удовольствием пользуюсь. Что касается по стойкости, кстати, мне спрашивали про стойкость колонии. На мне колонии держатся от 2 до 4 часов, зависит от погоды. Но в основном они как бы не мало на мне держатся. Хорошо для колонии. Мне кажется, стойкость хорошая. Также ароматы от бренда Айземер тоже держатся на мне долго. Тоже отзывы противоречивые. Кто-то говорит, что стойкий, кто-то нет. На мне тоже ароматы держатся хорошо. Но стойкость, вы понимаете, что это дело относительное. И то, что на мне держится долго, на вас может не держаться так долго и наоборот. То есть как бы все надо тестировать. И ароматы мы, в принципе, все воспринимаем по-разному. но на мне стойкость хорошая. На этом я с вами уже прощаюсь, сейчас быстренько загружу видео это, сделаю ссылочки, поэтому проходите, смотрите, приобретайте, потому что акция заканчивается и мне хочется быть вам максимально полезной. Если что-то уже приобрели на скидках, обязательно делитесь, пожалуйста, впечатлением, что приобрели. Вот я сейчас на это все смотрю и думаю, наверное, я себе еще закажу колонии, потому что они такие крутые и такая цена просто невероятная. И также, кстати, присмотрюсь еще Кайзенберг, возможно, еще докуплю ароматов, которые не взяла. И встретимся с вами уже завтра и всем пока-пока и приятных покупок, приятных выгодных покупок. Всех вас очень люблю.